Для начала просто хотелось бы определиться, может быть, со спектром мишеней, который мы можем определять, вот уже, быстро как. Ну, видимо, последнего варианта ответа не было в электронном голосовании, потому что на самом деле можно определять все эти мишени. Часть из них действительно имеют исторический уже аспект. Мы очень давно этим занимаемся, Евгений Новымыч подробно об этом рассказывал и про рецепторный статус, и про статус HER2, и определение некоторых продуктов, таргетных мутаций. Ну, сегодня в основном мы будем говорить, конечно, про те маркеры, которые находятся ниже. Мы будем говорить про иммунотерапию, потому что это то новое, это тот прорыв, который сейчас есть в терапевтической онкологии. И эффективность иммунотерапии, она, конечно, определяется некоторыми факторами. В первую очередь, это так называемая мутационная нагрузка или степень чужеродности опухоли. Кроме того, одним из важных факторов является наличие иммунных клеток в очаге и их количество. Это определяется, в общем, в первую очередь, цитотоксической субпопуляцией, Т-лимфоцитов, а также это механизмы ускользания от иммунного надзора, который не позволяет иммунной семье реализовать ее эффекты. И сейчас мы имеем тест для ПДЛ-1 как одного из механизмов такого ускользания. Поэтому мы вот об этих трех параметрах и поговорим. Что касается механизма ПДЛ-1, конечно, уже сейчас очень много говорят об этом. Это нормальный механизм, который позволяет взаимодействовать антиген-презентирующим клеткам, которые представляют антиген лимфоцитам, в том числе цитотоксическим лимфоцитам, которые мигрируют в очаг, в опухолевый очаг, где они взаимодействуют как с макрофагами, так и с опухолевыми клетками. И на поверхности CD8-лимфоцитов есть эта молекула ПД1. На поверхности макрофагов в норме есть легант к этой молекуле, который ингибирует активность Т-лимфоцитов, чтобы избежать аутоиммунного повреждения этих клеток. Но, к сожалению, опухолевые клетки тоже научились экспрессировать этот легант, и таким образом они подавляют действие иммунной системы и ускользают от ее надзора. Но есть несколько механизмов приобретенной резистентности к действию иммунной системы. И помимо того, что опухоль сама может экспрессировать этот легант, она еще может мобилизовать макрофаги, которые формируют вокруг нее такой своеобразный защитный слой или барьер. То есть сама опухоль может не экспрессировать легант, но она привлекает макрофаги, которые ее окружают, ее изолируют от лимфоидного инфильтрата и не позволяют ему реализовать свои эффекты. Но в любом случае, вне зависимости от того, какой имеется механизм, если мы эту связь блокируем при помощи ингибиторов чекпоинта, мы позволяем ему на системе реализовать ее эффекты. Ну, поговорим о ПДЛ-тестировании, потому что это вопрос технологический, методический, непростой. На сегодняшний день ситуация сложная. Если мы возьмем вообще виды тестирования, то есть сопроводительная диагностика, есть комплементарная диагностика. В соответствии с определением FDA, сопроводительная диагностика – это та, которая представляет информацию, часто полученную инвитро, что мы делаем при гистологическом исследовании в том числе, которая необходима для безопасного и эффективного использования соответствующего препарата. Что это значит? Это значит, что тест обязателен для назначения препарата. Это включено в показания к назначению этому препарату, включая результаты теста. Что касается комплементарной и дополняющей диагностики, то этот тест не является необходимым для назначения препарата, но он может быть использован для выбора терапии. То есть если мы говорим о ПДЛ-1-тестировании, то это отбор пациентов, у которых мы ожидаем, вы ожидаете более выраженный эффект этой терапии. На сегодняшний день для ПДЛ-1 сопроводительной диагностикой и FDA, и в нашей стране зарегистрирован он уже, является только один тест. Это клон 22C3, который на платформе DACA используется, и это препарат пембролизумаб. То есть только для одного препарата из всех иммуноонкологических, которые существуют, есть обязательный тест для назначения лечения. Остальные препараты имеют ПДЛ-1-тестирование в качестве комплементарного теста. Для каждого препарата свой клон. Это разные платформы. Это, в общем, одна из сложностей в тестировании, потому что существует целая масса реагентов, очень много клонов. Проблема еще в том, что каждый клон завязан под свою сопутствующую реагентику, под свою тест-систему. И эта тест-система, к сожалению, еще завязана под аппаратную базу. То есть в идеальных условиях, как это задумано, мы не можем определенный реагент использовать на другой машине. Это значит, что лаборатория, которая занимается тестированием этого маркера, должна обладать либо всеми платформами, и всеми клонами, и всеми реагентами, либо искать какие-то другие механизмы, которые позволяют решить эту проблему. И сейчас есть исследования по гармонизации, и у них есть определенный успех, я немножечко позже об этом скажу. Но проблема осложняется еще тем, что, к сожалению, помимо того, что мы имеем разную аппаратную базу и разные реактивы, для разных клонов, разных препаратов существуют разные системы оценки результата тестирования. То есть не только разные точки отсечения, то есть не только разные пограничные значения, вот 1, 5, 10, 50, 25 процентов. Для каждого препарата свой готов. Но еще, к сожалению, для разных препаратов мы должны оценивать разные клеточные популяции. Это могут быть опухолевые клетки, это могут быть клетки иммунного инфильтрата, и в ряде случаев даже стромальные клетки. Это усложняет процесс гармонизации, потому что даже если мы можем преодолеть технические какие-то моменты, то для того, чтобы адекватно оценить результат теста, мы должны все равно знать, что за препарат, какое для него пороговое значение, и в каких именно клетках мы должны его оценивать. Есть еще одна проблема, которая позволяет сравнивать этот тест с ХЕР-2 тестированием на момент его зарождения и внедрения в клинику, потому что интенсивность реакции, интенсивность окрашивания опухолевых клеток может быть разная. От 1 до 3 крестов, если мы будем сравнивать с ХЕР-2 тестированием, на сегодняшний день, вне зависимости от интенсивности экспрессии, учитывается просто суммарное количество позитивных клеток, но для человека, который занимается оценкой, слабо окрашенные клетки являются, в общем, сложностью, потому что главное не занизить количество позитивных клеток, учесть эти позитивные клетки, не недооценивать их. Это, в общем, один из источников снижения воспроизводимости результатов уже анализа теста. Таким образом, если мы несколько подытожим, то на сегодняшний день мы можем оценивать опухолевые клетки. И если мы возьмём рак лёгкого, это локализация, которая в большей степени изучена в плане применения иммунотерапии, то здесь уже мы приходим к какому-то более логичному виду тестирования, потому что для большинства препаратов, кроме дурвалумаба, мы должны тестировать позитивные опухолевые клетки. Да, пороговые значения могут различаться, но для всех остальных препаратов мы должны оценить долю позитивных клеток. И в заключении морфолога вы увидите долю позитивных опухолевых клеток. Для одного из препаратов мы должны указать в качестве, так сказать, индикатора для выбора терапии долю позитивных иммунных клеток. Это тоже не является большой проблемой, хотя на самом деле этот показатель в меньшей степени воспроизводим между различными исследователями. И сейчас появился вот такой вот показатель, который позволяет в определенной степени интегрировать данные, учесть и опухолевые, и иммунные клетки, и он показывает свою эффективность при различных локализациях, в первую очередь локализация опухолей головы, шеи, мочевыводящих путей и даже при раке желудка. Это комбинированный позитивный скор, который представляет из себя отношение суммы всех позитивных опухолевых клеток и лимфоидных клеток иммунных, куда включаются только лимфоциты и макрофаги, к жизнеспособным опухолевым клеткам. При этом эта величина может быть больше 100, но она до 100 округляется, и она является безразмерной, потому что, видите, это не процент позитивных клеток, это такая искусственная величина, но, тем не менее, есть данные о том, что, скажем, для рака мочевого пузыря пороговое значение в 10 единиц является предиктивным фактором, и для других локализаций тоже. Возможно, вот эта система оценки, она позволит уйти от многих проблем и унифицировать оценку вне зависимости от препаратов, но пока еще мы находимся на этапе исследования. Таким образом, с чем сталкивается патолог, который должен осуществить ПДЛ-тестирование? Ему нужна информация относительно иммуно-онкологического препарата, к которому вы этот тест применяете. Для этого он должен выбрать соответствующую тест-систему или платформу, соответствующую антитело и соответствующую методику оценки. К сожалению, на практике получается, что не всегда эта информация доступна, и не всегда клиницист может патологу сказать о том, какой будет иммуно-онкологический препарат. Поэтому могут возникать сложности в интерпретации, восприятии результатов тестирования, и только коллаборация, только взаимодействие позволит решить эти проблемы, потому что оценивать с использованием всех возможных систем не всегда легитимно и не всегда это возможно. Ну, перейдем дальше. Это тестирование дефицита системы репарации неспаренных нуклеотидов. Это очень хороший простой тест. В общем, прорыв тестирования и активное тестирование сейчас внедряется благодаря тому, что в прошлом году определены показания для пембролизумаба, которые включают в себя метастатические, нерезиктабельные и солидные опухоли вне зависимости от их гистотипа локализации, при наличии микростритной нестабильности или дефицита системы репарации. Это приводит к тому, что, да, действительно, в ряде случаев, когда речь идет о необходимости быстро назначить лечение, о изменении алгоритма тестирования, изменении алгоритма диагностики, когда поиск первичной локализации не является основополагающим для выбора терапии. Тогда, да, имеет смысл начинать, конечно, с этого теста. Тест простой, относительно PD-L1 и для интерпретации, и довольно легко воспроизводимый. При помощи иммуногистохимии тестируется 4 белка. Они все имеют ядерную экспрессию, то есть это ядерное окрашивание. Анализ тоже очень простой. Отсутствие потери экспрессии, то есть позитивная ядерная реакция, говорит о том, что нет дефицита системы репарации ДНК, и вероятность микросателитной нестабильности низкая. Потеря же ядерной экспрессии говорит о том, что дефицит системы есть. Что касается дефицита ММР и МСА, это не вполне тождественные понятия, потому что микросателитная нестабильность, как правило, это эффект или результат дефицита системы репарации нуклеотидов на уровне ДНК. То есть мы оцениваем эти изменения на разных уровнях. Мы говорим об уровне белков, и стопроцентно экстраполировать и приравнивать дефицит системы репарации к микросателитной нестабильности не стоит, потому что механизмы репарации ДНК, они гораздо сложнее и многокомпонентнее, а мы оцениваем лишь один из них. Но, тем не менее, он эффективен и клинически валиден. Ну и, конечно, несколько слов нужно сказать про опухолеинфильтрирующие лимфоциты. Сейчас очень активно изучается опухолевое микроокружение, это целый космос, они могут как подавлять опухоль, так и способствовать опухолевой прогрессии. Вот эти взаимоотношения между опухолей и лимфоидной тканью, они, конечно, имеют очень перспективы большие, в том числе терапевтические, и особенно в контексте иммунотерапии. Но, безусловно, это сложная область для анализа, потому что на сегодняшний день стандартов нет. Что оценивать? Оценивать все лимфоциты, которые являются носителями общего ликоцитарного антигена, оценивать CD3-позитивные Т-лимфоциты, оценивать цитотоксические CD8-лимфоциты или подтипы регуляторных лимфоцитов. Это вопрос. Есть данные, которые говорят о том, что наличие, количество и локализация в различных компартментах тех или иных подтипов лимфоцитов может иметь, к сожалению, разное значение прогностическое при разной локализации опухоли. То есть мы говорим о том, что это тоже сайт-специфическое тестирование, и экстраполировать результаты глобально на все опухоли, если мы говорим о каких-то тестировании с популяцией, не получится. Но есть одна простая глобальная тенденция. Если опухоль уже мобилизован, если не опухоль, а иммунная система уже мобилизована, если она уже пришла в опухоль, если она ее инфильтрирует, это так называемые горячие опухоли, инфильтрированные лимфоцитами, это CD3-реакция. То есть если иммунная система уже здесь, даже если она не может реализовать свои эффекты, в том числе за счет таких механизмов, как PD-L1-экспрессия, то если мы эти механизмы блокируем, мы позволим ей сделать свою работу. Но если же иммунная система даже не пришла на войну, если она не мобилизована, если ее нет в опухоли, то предполагать, что эти препараты будут эффективны, в общем, не приходится. Но лимфоциты, они очень разные, они могут взаимодействовать непосредственно с опухолевыми клетками, это внутриопухолевые лимфоциты, могут инфильтрировать ее строму или создавать вал вокруг опухолевого узла. Все это может иметь значение, и это все сейчас изучается, и это неизбежно станет частью тестирования, и я думаю, что поможет в выборе терапии. На сегодняшний день, скажем, для молочной железы уже есть рекомендации по оценке опухолеинфильтрирующих лимфоцитов, и они включают именно оценку общей инфильтрации лимфоидной без деления на подтипы. Пока это экспериментальные данные. И еще один вопрос у нас, теперь финальный. Как вы расцените заключение патолога? PDL позитивен в 30% клеток опухоли и в 10% клеток иммунного инфильтрата, если это пациент с немелкоклеточным раком легкого, и вы хотите назначить ему на онкологический препарат? Ну, на сегодняшний день для немелкоклеточного рака легкого все-таки порог выраженной экспрессии для большинства препаратов – это 50%. Для пембролизумаба, который является сопроводительной терапией – это 50%. Это показания для назначения препарата в первой линии. Для остальных препаратов все-таки даже для комплементарных тестов для трех из четырех – это 50%. Для дурвалумаба – это 25%. Но на самом деле оценка заключения этого зависит от препарата, который вы должны назначить. То есть вы будете интерпретировать заключение патолога только в контексте того препарата, который вы планируете назначить. Это действительно осложняет и нашу жизнь, и вашу жизнь, потому что помимо того, что вы должны ориентироваться в механизмах патогенеза, в молекулярных механизмах развития опухоли, вам еще, к сожалению, придется ориентироваться и в индустриальных особенностях тестирования маркеров и предикторов эффективности. И прежде чем назначать препарат или оценивать заключение по ПДЛ-1 тестированию, конечно, нужно будет обратиться к инструкции и к показаниям к назначению конкретного препарата, с которым вы имеете дело. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, к сожалению, не остается время на вопросы. Мы уже вышли из своих... Ну, один вопрос можно, конечно. Горящий. А теперь, буквально маленький вопрос. Вы говорили про микросателитную нестабильность, у нас есть иммуногистыхимические методы. Если регулярно генетически, все-таки является ли иммуногистыхимический скрининговый методом и при каких опухолях мы с большей вероятностью увидим это микросателитную стабильность? Иммуногистыхимический метод позволяет выявить дефицит системы репарации ДНК, то есть дефицит белков, которые участвуют в репарации ДНК. Он является, да, суррогатом тестирования микросателитной нестабильности. Он не говорит напрямую о том, что она есть или нет, потому что микросателитная нестабильность – это проявление на уровне ДНК изменений. Этот метод изначально внедрялся действительно как скрининговый метод для определения показаний к молекулярно-генетическому тестированию пациентов с риском синдрома Линча. То есть пациентов группы риска, наличие синдрома Линча, выполнялся прескрининг иммуногистохимический, если выявлялся дефицит белков репарации ДНК, им был показан соответствующий молекулярно-генетический углубленный анализ. Если мы говорим сейчас о показаниях к назначению иммуно-онкологических препаратов, то дефицит системы репарации ДНК или иммуногистохимическое тестирование на эти 4 белка является самостоятельным независимым фактором, на который вы можете опираться при выборе терапии. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Продолжение следует...